Здравствуйте, дорогие наши зрители! Даша уехала в отпуск, но команда игромании продолжает нести дежурство и по-прежнему собирает для вас все самые интересные новости из мира игр. Сегодня в выпуске. Анонс конкурента культовой серии Monster Hunter. Intel анонсировала новые процессоры. Вконтакте продала свой игровой бизнес. Ну а начнем мы с новости о том, чем занимаются создатели Battlefield, ушедшие из студии DICE. Поехали! Мы уже не раз рассказывали, что у создателей Battlefield проблемы, и что конкуренты переманили всех толковых ветеранов студии DICE. И возникает вопрос, чем они все сейчас занимаются? Ответ – делают новый бесплатный шутер The Finals. Судя по первому трейлеру, нас ждет все тот же Battlefield, только гораздо более сумасшедший. Действие происходит в виртуальном мире. Убитые соперники рассыпаются на монетки, однако фирменный стиль узнается сразу. Тут и реалистичная графика, и крутая стрельба, а еще невероятная система разрушений. Разработчики говорят, что арены можно раздолбать чуть ли не до основания. В общем, Battlefield жив, вот только развелся с Electronic Arts, а также сменил имя и прописку. Тем временем Electronic Arts решила создать конкурента для культовой серии Monster Hunter. Так что встречаем монстроубийственный экшен Wild Hearts. В игре нет открытого мира, зато есть много больших и красивых локаций, на которых пасутся огромные чудовища. Чтобы их одолеть, одного оружия не хватит. Придется возводить разные сооружения, начиная от атакующих башен и заканчивая аэродромом для какого-то странного летательного аппарата. Игру делает японская студия, известная по серии Dynasty Warriors. А релиз состоится совсем скоро. Игра выйдет 17 февраля на ПК и консолях текущего поколения. Intel анонсировала процессоры 13-го поколения Raptor Lake. Они появятся в продаже 20 октября, вот только хвастать им, похоже, особо нечем. Компания даже отказалась сравнивать их с процессорами Ryzen 7, продажи которых только что начались. Зато цены оказались ниже ожидаемых – от 300 до 600 долларов. Напомню, что недавно Intel обещала поднять цены на свою продукцию. Так что либо передумала, либо решила с этим не торопиться. В общем, ждем независимых тестов, потому что сравнения со старыми процессорами уже никому не интересны. А еще Intel опровергла слова NVIDIA о том, что закон Мура мертв и нужно привыкать к дорогим видеокартам. Понять их можно, ведь первые модели Intel Arc могут заинтересовать разве что ценой. Самая мощная видеокарта стоит 330 долларов и является конкурентом GeForce 3060. Но даже такая цена вряд ли компенсирует проблемы с драйверами и архитектурой. Вконтакте, ранее известная как Mail.ru, объявила о продаже своего игрового бизнеса MyGames, ранее известного как «Игры Mail.ru». Сумма сделки составила 642 миллиона долларов. Впрочем, времена нынче такие, что сложно понять – это продажа или просто смена юрисдикции? Новым владельцем MyGames стала некая венчурная компания, прописанная в офшоре на Каймановых островах. Ей отошли все студии и игровые проекты. Однако Вконтакте оставит себе площадку VK Play, из которой она надеется создать российский аналог сервиса Steam. Продажи Киберпанка достигли 20 миллионов копий. Учитывая, что в этом году CD Projekt Red исполнилось 20 лет, получился отличный двойной юбилей. Сами разработчики признались, что надеялись сделать шедевр, который получит высочайшие оценки. Но вместо этого декабрь 2020 года стал для многих худшим месяцем в их жизни. И все же игра получила второй шанс. Благодаря аниме и новому патчу, онлайн в игре вырос в разы и достиг на пике 136 тысяч человек. А продажи за последние полгода составили внушительные 2 миллиона копий. Так что можно считать, что настоящий релиз Киберпанка все-таки состоялся. Пусть и на два года позже, чем нужно. Очередной эксклюзив Sony выйдет на ПК 27 октября. Аркада Suckboy Epic Adventure появится в Steam и в магазине Epic Games. Проект будет поддерживать ультраширокие мониторы, технологию NVIDIA DLSS, разрешение 4К и скорость в 120 кадров в секунду. Также появилось видео с настройками еще не анонсированной ПК-версии другого эксклюзива Sony — шутера Returnal. Ролик уже забанили, но стало известно, что игра поддерживает ray tracing для теней отражения, а также технологии апскейла от AMD и NVIDIA. Новые подробности о деле с утечкой GTA 6. Как оказалось, несовершеннолетнего британского хакера никто не ловил. Когда разгорелся скандал и пошли слухи о его участии в великом ограблении Rockstar, он сам сдался властям, признавшись в том, что нарушил условия освобождения и использовал компьютер. Однако наотрез отказался сознаваться в каких-либо преступлениях против Rockstar. Так что сидит сейчас под замком и жалеет о том, что в реальной жизни с тюрьмы выпускают не так быстро, как в GTA. Поздравляем всех игроков со знаменательным событием. Только что был побит рекорд, который, казалось бы, невозможно превзойти. С момента анонса Beyond Good and Evil 2 прошло больше 14 лет, а значит, игра обошла знаменитый долгострой Duke Nukem Forever. И в ближайшие годы выходить она точно не собирается. Пиратский экшен Skull & Bones переносили столько раз, что в итоге его анонсировали заново, после чего снова начали переносить, видимо, по привычке. Теперь ждем его 9 марта следующего года. А ведь инсайдеры еще летом предупреждали, что игра совершенно не готова к осеннему релизу. Помните, мы говорили, что у технологии DLSS третьего поколения не будет артефактов при быстрых движениях объектов? Оказалось, все же будут. Правда, заметить их очень проблематично, потому что технология сильно повышает частоту кадров. В некоторых случаях до пяти раз. Российский разработчик Алексей Крылышкин выпустил Diabloid Eclipse. За время, проведенное в раннем доступе, игра собрала 88% положительных отзывов. Впрочем, самих отзывов совсем немного, так что оценка может быть не совсем адекватной. Кстати, игра вышла не только на западных площадках, но также и в российском магазине VK Play. А для тех, кто ищет местную замену Battlefield, можете заглянуть в шутер Enlisted от создателей War Thunder. Там как раз добавили море, пальмы, песочек. А еще злобных самураев с катанами и фосфорные гранаты, чтобы сжигать врагов заживо. В общем, добро пожаловать на Тихоокеанский театр военных действий. Тут и новостям конец. А кто слушал, молодец! Ставьте лайки, если видео понравилось, пишите комментарии, всякое разное. И до встречи в завтрашнем выпуске. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok